Итак, первый вопрос. Что же такое американский акцент? Это то, как говорят в Нью-Йорке, или в Лос-Анджелесе, или в Техасе. Тот же самый вопрос я могу вам задать о британском акценте. В одном только Лондоне есть несколько диалектов. Я уже не говорю о том, что есть шотландское наречие, что люди в Ирландии говорят совсем по-другому, и есть валийский акцент. Так что же нам из этого всего выбрать, дорогие ребята? Конечно, вы мне сейчас все скажете, что есть стандартное произношение Received Pronunciation, во всяком случае для британского языка, но на этом диалекте или варианте говорят только медиа. То есть вы можете услышать этот акцент, например, на BBC, или на радио, или в каких-нибудь передачах, которые идут по всей Англии. Да, изучать акценты очень важно, особенно для нашего слуха. Это очень сильно развивает listening. Когда вы слушаете разные акценты, разные манеры разных людей, разные голоса, разное прочее, это очень сильно помогает развивать наши listening skills, безусловно. Но не забывайте, ребята, то, что мы сами все, сами по себе говорим со своим собственным мини-акцентом. У нас своя манера речи, у нас своя подача, мы делаем свои собственные ударения, когда мы говорим, жестикулируем все, что угодно. Это наша индивидуальность, это наша языковая личность, то, как мы себя проявляем в языке. Поэтому это очень важно. Дальше вы можете мне сказать, что в американском и британском языке есть различия в словах. Естественно. Естественно, они есть. Но вы думаете, что вы приедете в Америку, скажете, я хочу купить trainers, и все, вас не поймут, все испугаются. Господи, что это за слово? Все, бегу к словарю, ничего не понимаю. Конечно, нет. Во-первых, вы можете просто объяснить, что вы хотите. I want mouse, 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 what do you think? This is a pet shop? Chocolate mouse. Chocolate mouse, chocolate mouse. You want chocolate mouse? No, no, chocolate mouse. No, 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 we say chocolate mouse. No, we haven't got chocolate mice here, you have to go sweet-chop with him. No, not mice. Moize. Mice, my friend, is the plural of mouse, you see? Chocolate mouse, that? Oh, that is chocolateッ mousse. Chocolate muse, you mean, is it? Chocolate mouse? Chocolate mouse. Единственное, что хочу подчеркнуть, наверное, нужно быть осторожным с сленгом, потому что сленг может очень сильно разниться в разных вариантах языка, и вы можете, ну, либо иногда даже оскорбить человека, либо просто действительно он вообще не поймет, что вы имеете в виду. К примеру, есть такое выражение get pissed. В британском варианте это значит просто напиться, а в американском варианте языка это значит разозлиться, get angry. Вот, например, такое различие. Просто можно избегать сленговых выражений в своей речи, и все будет замечательно. Есть такое лингвистическое понятие lingua franca. Что оно значит? Сейчас вам прочитаю. Это язык или диалект, систематически используемый для коммуникации между людьми, родные языки которых являются другими языками. То есть, по сути, это то, что из себя сейчас в данный момент представляет английский язык. Да, это язык международный, международных коммуникаций, международного общения. И вследствие этого, естественно, в самом английском языке происходит много-много изменений. Вообще, на самом деле, только русские люди, к сожалению, до сих пор очень сильно переживают о своего русского акцента. Ребята, в этом ничего страшного нету. Акцент это ваша индивидуальность. Самое главное, это просто произносить правильно некоторые звуки, которые именно влияют на смысл слов. К примеру, это может быть долгий и краткий и, к примеру, ship корабль или ship овца. Или всем известная bitch или beach и прочее. Вот такие звуки, конечно, нужно изучать и нужно придавать им большое значение. В то время, как, например, как вы произносите R, произносите вы его как R, американское, либо вы опускаете его в конце слов, как британцы, например, car, park и прочее. Это не важно. Вы даже можете его произносить как русское, park. К примеру, шотландцы так и делают. У них нету звука R. Они в основном произносят его как R. В продолжении темы просто задумайтесь, как часто вы общаетесь именно с носителями, именно с австралийцами, именно с англичанами, именно с американцами. Опять же, так как английский стал международным языком, до тех пор, пока вы просто не переехали в эти страны, скорее всего, вы носителей встречать не будете. Ну, только если вы не работаете в какой-то американской либо английской компании. То есть вы в основном будете общаться с кем? Если вы поедете в Европу, это будут немцы, французы, кто угодно. Поэтому, ребята, не стоит переживать из-за своего акцента. Опять же, я не говорю, что над ним не надо работать. Конечно, лучше всего совершенствоваться. Вообще, это замечательно. Но тут тоже нужно знать свои силы, свои таланты, свои слабые стороны и прочее. Например, людям с музыкальным слухом намного легче подражать акцентам носителей языка. Просто потому, что у них музыкальный слух, и они могут попасть в ноты иностранного языка. В то время как другим людям это оказывается сложнее. И не стоит из-за этого переживать. Опять же, подчеркиваю, акцент – это ваша индивидуальность. И этого не стоит бояться. И последний момент, на котором мы остановимся, это когда же нам стоит задуматься, какой вариант языка выбрать. В основном выбирают либо американский, либо британский. Ну, потому что они самые распространенные. Во-первых, сразу отвечу на вопрос, неважно, какой вариант вы выберете. Ребят, выбирайте акцент, который вам нравится. Нравится вам, как американцы произносят «р» или вообще, в принципе, их произношение, манеры и прочее. Говорите на американском акценте. Нравится вам классическое британское произношение? Выберите его. Когда стоит над этим задуматься? Ну, наверное, с уровня среднего. Где-то intermediate. Потому что до этого вы изучаете грамматику, строение языка, характер языка и все прочее. Набиваете базу, с которой вы уже можете стартовать дальше. И вот с этого момента уже можно задумываться об акценте. Вот такие дела. Ребят, если у вас остались еще вопросы, обязательно адресуйте их в комментариях. Я вас люблю. Желаю вам успехов. Вам всем хорошей осени и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok